Всем привет! Мы с вами начинаем очерной видеоурок, посвященный дизайну и его разработке. И сегодня мы с вами поговорим о фреймворках, продолжим говорить о адаптивной верстке. Напомню, на прошлом уроке мы с вами разобрали такую вещь CSS, как Media Queries, медиа-запросы, которые позволяют нам делать нашу верстку адаптивной под любые разрешения экрана, будь то десктоп, будь то планшет, мобильный телефон и так далее, и тому подобное. Но программисты, разработчики, люди ленивые, и в большинстве своем хотят, чтобы большое количество кода писалось за них, и чтобы работа их была очень простой. И для этого в разработке, не обязательно в веб-разработке, но и вообще в программировании, придумали такую замечательную вещь, как фреймворк. Что такое фреймворк? Фреймворк в переводе с английского означает «каркас». В программировании, в разработке фреймворк понимается, под фреймворком, прошу прощения, понимается набор каких-то готовых средств, функций, классов, методов и так далее, и тому подобное. Мы с вами будем рассматривать, конечно, сначала CSS фреймворк, и я сразу же, давайте покажу, собственно, представлю нашего сегодняшнего главного героя. Итак, фреймворк, который мы сегодня будем рассматривать, называется «Skeleton CSS». Вот он у меня самый первый. Открываем первую ссылку. Сайт getSkeleton.com И давайте с вами по порядку начнем разбирать. Итак, что такое CSS фреймворк? CSS фреймворк – это тот же самый набор готовых каких-то CSS классов, которые позволяют сделать вам быстро очень хорошую верстку, которая будет адаптивна уже под мобильные устройства. Вот, и иногда, конечно, все зависит от, так скажем, разработчика фреймворка. У него включается не только верстка, но и какие-то другие служебные классы для других элементов страницы. Вот, но давайте с вами начнем, собственно, со скелетона. Каковы его преимущества? Каковы его плюсы? Ну, во-первых, как я уже сказал, это адаптивная верстка. Второе – это простота использования, то есть простота в изучении. Фреймворк очень простой, очень приятный. И давайте мы с вами, собственно, его скачаем. Сразу же заходим, есть кнопочка Download. И у меня начинается скачивание. И давайте посмотрим. Да, у меня скачался архивчик. Вот он у меня, архив. Так, вот он, отлично. Давайте его распакуем на рабочем столе. Отлично. Так, CSS. Да, вот обратите внимание, в архиве два файла. В папке CSS, прошу прощения, из архива два файла Normalize, который вам уже знаком. И, собственно, сам CSS, основной файл скелетон.css. Я не считаю, что обязательно нужно его изучать. Более того, в принципе, его не нужно изучать. Хотя посмотреть будет довольно-таки интересно. Как вы видите, сходу пошли какие-то уже медиазапросы. Медиазапросы, причем, обратите внимание, отличаются от тех, которые мы с вами разбирали на прошлом уроке. Это, опять же, в доказательстве моих слов, что медиазапросы, которые проводил я вам в прошлом уроке, это не, так скажем, медиазапросы, которые надо использовать жестко и все, других нет. Тут все зависит от, скажем, конкретных каких-то целей и так далее. Ну, в идеале, конечно же, надо иметь под рукой, я считаю, планшет и телефон, чтобы смотреть свою верстку. Потому что подбирать под каждое устройство верстку это глупо. Вот. И, соответственно, хоть какие-то несколько устройств должны быть. Вот. Потому что иногда, по опыту скажу, что хромовская панель, да, которую мы с вами тоже разбирали на прошлом уроке, она все-таки имеет погрешность. Ну, что ж. Как вы видите, сразу же обращаю внимание, у нас ширина различных классов, она идет в процентах. Вот, смотрите, почти везде идут проценты. Вот. Проценты это единицы относительные. То есть, процент, в данном случае, это процент от, понятно, от экрана, от разрешения, от ширины, прошу прощения, устройства. Вот. Потому что, я думаю, вы понимаете, когда мы с вами разбирали сетку 960 пиксель, там ширина колонок, помните, да, класса grid 6, 7 и так далее, там подобные, там они были в пикселях. И, когда еще grid, там, 1, 2, 3, 4 были еще более-менее терпимы, да, то есть, там было 120, 200 и так далее. Ну, когда уже, например, ширина одного блока составляла больше 350, например, пикселей, то проблематика как раз заключалась в том, что на айфоне, на пятом, например, на айфоне уже просматривать такой контент неудобно. Вот. А проценты, конечно же, более удобная и относительная величина. Поэтому во многих фреймворках, которые мы с вами будем, о которых я буду рассказывать в своих видео материалах, они имеют ширину именно в относительных величинах. Не обязательно в процентах, есть еще и другие величины, но об этом я расскажу в следующих уроках. Вот. Ну что ж, давайте с вами начнем разбирать фреймворк. Здесь есть папочка images, ну, там просто фаб-икон, да, это вот эта вот иконка в табе браузера. Вот. Я открываю файлик index.html, который мне предлагают, стираю все и буду писать это сам. Вот. Значит, что нам надо подключить? Нам надо подключить, прошу прощения, normalize.css для сброса всех настроек, всех браузеров и файлик skeleton.css. Вот. Отлично. Давайте откроем его браузер и посмотрим, что у нас получилось. Ну, понятно, что ничего нет. Я хочу просто проверить ссылки, правильные ли они у нас. Открыть ссылку на укладке. Да, вот, пожалуйста, подключился скелетон. Скелетон. И, видимо, normalize тоже подключился. Замечательно. Так, да, что еще мы должны сделать? Так как мы с вами делаем сайты уже адаптивные, да, адаптивной мерзкой занимаемся, то, конечно же, надо не забыть про метатег. Так. Где у меня? Вот он, этот урок прошлый. Я как-то копирую и вставляю, собственно, наш тестовый HTML скриптик. Отлично. Все. Обновляю страницу. Понятно, у меня сейчас ничего не будет, но в исходном коде появился наш мета-вьюпорт. Ну что ж, давайте пойдем потихоньку прям по документации, так скажем. Конечно же, в документацию я акцентирую внимание, что при изучении любого инструмента, касающегося разработки, программирования, важно пользоваться документацией. И, конечно же, без английского языка здесь никуда. Итак, поехали. Первый раздел. Сетка. Скелетон представляет из себя сетку из 12 колонок. Что это значит? То есть, скелетон подразумевает, что у вас в строчку могут расположиться 12 небольших колонок. Но это не значит, что надо обязательно строить 12-колоночную страницу, 12-колоночный сайт. Нет. Для этого есть служебные классы. Вот они очень здорово показаны, какова может быть структура. То есть, представьте, что вот эта вот одна строка, это, так скажем, один какой-то блок информации у вас. То есть, например, не знаю, левая сайтбар и содержимое. У сайтбара одна ширина, у содержимого другая. То есть, вы можете комбинировать абсолютно удобно способом. Главный подход это то, чтобы в сумме у вас получалось 12 колонок. Но об этом сейчас мы поподробнее поговорим. Итак, с чем мы начнем? Первое. Нам скелетон говорит, что контейнер это главный класс. Главный класс, некая обертка для нашей сетки. Ну, давайте последуем их рекомендации. Я пишу div-класс контейнер. И давайте я сразу сохраню. Я сохраняю. Обновляю, конечно же, у меня ничего не будет на странице. Но я смотрю, что контейнер у меня ширина 80%. Как только минимальная ширина достигает 550 пикселей больше, то ширина контейнера становится 80%. Соответственно, видите, как только ширина 400 и 550, то контейнер ширина 85% и так далее и тому подобное. Так, значит, с контейнером мы разобрались. Дальше. Row. Значит, колонки должны быть вложены, то есть должны являться дочерними элементами для diva с классом row. Вот я это и сделал. Отлично. Обновляю. Ну, здесь ничего интересного не произойдет. Давайте посмотрим на класс row. У меня никаких, скажем, правил здесь нет. Ну, а теперь самое интересное. Для колонки div class one, давайте мы из примера возьмем. Не, я ее писать не буду, я просто скопирую. div class one и div class eleven. То есть, да, и давайте я здесь напишу контекст для полноты картины. Вот так. Причем, обратите внимание, обязательно должен быть класс column, ну, или columns. Колумны это в случае, когда один. И columns, да. Ну, и какое-то количество, eleven, например. Итак, смотрите, one и eleven, в сумме у нас получается twelve, то бишь двенадцать. Мы, так скажем, действовали все указанию правил, указанных в фреймворке. Вот, посмотрите, div class one, у него ширина 4%, мы чуть больше, и div class eleven, у него ширина 91%. Причем, eleven columns, да, то есть, не зря мы класс column писали. Все это у нас сохраняется. Давайте с вами немножечко, например, поменяем вверх, например, напишем six columns, конечно же, и six columns. Я думаю, вы догадались, что у нас получатся две одинаковые колонки. Если я не ошибся, нет, я не ошибся. Вот у нас две одинаковые колонки, пожалуйста. Ширина по 48%. Вот, давайте сделаем еще, например, четыре колонки. Кто нам это сделаете, не запрещает. Четыре колонки. Обновляем. Ну, пожалуйста, четыре. Четыре, ну, не четыре колонки, а div с классом four columns. Four и columns, два раздельных класса, обращаю внимание. И, собственно, три колонки, пожалуйста, четыре, четыре и четыре, в сумме двенадцать. Опять же, мы сохранили наше правило. Не наше правило, а правило фреймворка. Вот. Ну, собственно, вы этим можете манипулировать, еще раз говорю, как вам удобно. Все зависит от вашего дизайна, от вашей задумки и от вашей фантазии. Вот. Есть еще вот такие классы. One third column. И, пожалуйста, одна треть колонки, так скажем. И две третьих колонки. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Что это такое. Честно, по опыту я вот этими классами не пользуюсь. То есть, one third и так далее. Мне не приходилось никогда ими пользоваться. Я пользуюсь классами, которые указаны выше. Ну, здесь почти то же самое. То есть, one third width почти 31% и two third почти 66%. Вот. То есть, одна третья, две третьих в сумме единица. То есть, понятно, что из этого выйдет. То есть, если я здесь напишу two, то понятно, что у меня ровные, идеальные верстки не получится. У меня получится вот так. Вот. Ну, вот эти классы, это уже, так скажем, по мере необходимости, если это требуется. Так, давайте я верну трехколоночный наш сайт. Трехколоночный макет. Вот он у нас такой. Отлично. Вот. Ну, собственно, и все. Сетка очень простая. Я думаю, здесь сложности никаких не возникнет. Вот. В чем еще, из чего еще состоит этот фреймворк? Что еще он нам готово предоставляет? Типографика. Типография. Типографика, как вы хотите. В скелетоне базовый шрифт. Это называется Railway. У него документация так и сказана. И есть ссылочка на этот шрифт. Вот так вот он выглядит. Вполне симпатичный шрифт. Вот. Собственно. Давайте посмотрим, вот он в Body. И размер шрифта задан, опять же, относительных единицах. Полтора ема. Что такое емы? Мы с вами говорили. Но давайте я напомню. Значит, когда мы с вами пишем... Давайте вот такой пример. Сейчас забудем просто про фреймворк. Я даже сейчас отключу скелетон. Значит, вот такой пример. Смотрите. У нас есть, например, div. У меня есть attribute style. Я не буду сейчас CSS использовать по-хорошему, да? Как надо. Я поступлю чуть-чуть, я не красиво. Вот. И внутри него какой-то текст. Опять же, наш текст рыба. Всеми любимый. И здесь тоже есть div. Вложенный в него, точнее, div есть. Вот так, и тоже есть текст. Отлично. Обновляем, смотрим, что у нас с вами получилось. Ничего интересного. То есть, получилось два divа, да? С шириной, прошу прощения, со размером текста 16 пикселей. Вот. Теперь давайте вот что я сделаю. Я изменю размер шрифта. Например, я сделаю это 1.4 ema. Ну, например, да? 1.4 ema. И теперь посмотрите внимательно, что произойдет. Я обновляю, сохраняю. Смотрите. Текст в первом div, в div родители, он принял, так скажем, размер 1.4 ema. Все правильно. А дочерний div, у него тоже размер шрифта 1.4 ema. Но, согласитесь, визуально он выглядит больше. Почему? Потому что ema это относительно единицы. То есть, они относятся, так скажем, применяются относительно кого-то. Так вот, в данном случае, дочерний div, вот этот вот дочерний блок, у которого размер шрифта 1.4 ema, он этот размер шрифта, размер шрифта, прошу прощения, высчитал относительно своего родителя. То есть, вот этого diva. А размер шрифта у этого diva тоже 1.4 ema. Вот. То есть, кажется, да, что значения-то одинаковые, но вот это назначение, оно относительно, оно не абсолютно. Если бы были пиксели, как только что мы с вами видели, по 16 пикселей, то там все было бы понятно. А здесь ema. Поэтому вот такая особенность. Вот. Это довольно-таки удобная вещь. И пиксели все-таки, так скажем, ну, они популярны. Все-таки большинство людей, большинство разработчиков используют пиксели. И вполне себе это единство популярно. Вот. Но не смущайтесь, не пугайтесь таких единиц, как ema. Вот. Более того, есть еще такие единицы, давайте я верну обратно, как они совсем новые, совсем, так скажем, свежие единицы. Называются remy. Вот я написал rem. Сохраняю. И посмотрите. Шрифт стал одинаковый. Вот. Что такое rem? Rem – это относительно единицы, но у них они применяют за, скажем, родительский дочерний элемент, за родительскую дочернюю единицу, так скажем, размер шрифта, шрифт, который установлен по умолчанию ко всему документу. То есть, по сути, HTML. Как вы помните, у HTML font-size изначально установлен 16 пикселей, да? Да, все верно. То есть, вот смотрите, я HTML выставил 16 пикселей, и у меня вот эти 1,4 remа у каждого diva, что у родителя, что у дочернего, они рассчитались не относительно друг друга, точнее, дочерний, рассчитал размер своего шрифта не относительно родителя, а относительно вот этого элемента HTML. Ну, я могу здесь написать спокойно body, и ничего, в принципе, не должно произойти. Да. Вот, соответственно, если я напишу, например, уже, давайте, 18 пикселей, то 1,4 remа у нас считается относительно 18 пикселей. Хотя, вот видите, я здесь не прав. Я здесь не прав. Почему я здесь не прав? Потому что... Потому что... Мне здесь, наверное, нужно написать 2. Да. То есть... Вот здесь я давайте уберу. То есть, если я сейчас отсюда убираю style, то у меня ничего не должно поменяться, да? 2,4 remа. Да. То есть, он 2,4 remа, все правильно. Он рассчитал относительно, опять же, body. Не относительно родителей, да? Как вы видели, шрифт у меня. Размер шрифта не поменялся. Он, как и был, 2,4 remа. То есть, еще раз давайте я верну картину. Вот у меня у родителей стоит font-size 1,4 rem. У дочерни 2,4 rem. Вот. Картина вот такая. Запомните вот этот вот шрифт. Я убираю атрибут style. Сохраняю. Обновляю. И вот этот вот шрифт, размер вот этого шрифта в этом блоке у меня не поменялся. Почему? Потому что rem, как я сказал, он, это величина относительная, но блок с данным размером шрифта смотрит теперь не на родителя, а смотрит на начальный, так скажем, корневой элемент документа, в данном случае body. Вот. Тоже величина полезная. Отлично. Так, давайте с вами вернемся к нашему любимому скелетону. Была такая минутка рекламы шрифтов. И пойдем с вами дальше. Так, вот у меня вот такая была структура. Да, все отлично. Так, ну, собственно, заголовки. Давайте я их скопирую и посмотрим, что у нас получится. Причем давайте я это сделаю в новом, не в новом контейнере, а в новом классе row. Row это строка, то есть это какая-то, опять же, логическая. Ну, представьте, у вас есть блок на сайте, да, на вашей странице, там, не знаю, давайте возьмем интернет-магазин, есть блок товаров хит-продаж, да, и есть блок там товаров со скидками. Это два, по сути, условно-логических блока, которые было бы неплохо разделить двумя, не включать в один, так скажем, контекст страницы. Вот, пожалуйста, заголовки такого типа, вполне симпатично смотрятся. Ну, базовый, скажем, текст, мы его и так знаем. Давайте тоже я его включу в row. Контейнер не отмять, это, правильно, это обертка, она у нас одна, и, кажется, контейнер включать не обязательно. Это базовый шрифт, то есть так выглядит текст у нас. Вот, ну и небольшие, скажем, эксперименты с классом, не с классом, а со шрифтом. То есть, стронг, это у нас жирный. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, стронг, жирный. Второй у нас курсив, вот он у нас. А, колорд, это ссылка, она будет иметь, услуг будет вот такой вот иметь цвет, то есть, посмотрите, в скелетоне прописано, что ссылка имеет вот такой цвет. Вот, ну и подчеркнутый, подчеркнутый текст. Так, с этим тоже все. Едем дальше. Кнопочки. Давайте посмотрим с вами, очень симпатичные кнопочки здесь, давайте посмотрим с вами их набор. Я, опять же, ничего от себя не пишу, я все копирую из документации, из примеров, который нам дает скелетон. Значит, сохраняем. Смотрим, какие у нас получились кнопки. Вот они, пожалуйста, это ссылка, кнопка, кнопка типа Submit и еще одна кнопка у нас какая-то, да, Input Button, просто Input Type, Type Button. Вот, вполне кнопочки симпатичные, используйте на здоровье, как говорится. Ну и еще одни, точно такие же кнопочки, но уже с дополнительным классом, который прописан в скелетоне, прописан в фреймворке. Кнопки будут отличаться только цветом, но тоже смотрят, согласитесь, симпатично. То есть, к ним добавился класс Button Btm Primary, вот эти вот классы к ним добавились, ну, Btm Primary главным образом. Вот, собственно, у него цвет, фон установлен и цвет рамки. Вот, тоже, пожалуйста, набор симпатичных кнопочек. Так, формы тоже, красивые формы, вот, посмотрите, вполне симпатичные. С кнопкой, ну, давайте я скопирую. Доказательство того, что разработчики фреймворка нас не обманули. Сохраняю, ну, сейчас я не буду брать текст. Код тут очень много. Вот, пожалуйста, формочка на страничке. Очень красиво, очень все привычно, очень все прилично, прошу прощения. Ну, и так далее. Ну, и последнее, последнее, нам осталось совсем чуть-чуть. Первое, это списки ненумерованные и нумерованные. Давайте нумерованный список построим. Так, броу, да, построил нумерованный список. Прошу прощения, ненумерованный список, конечно же, да. Вот у нас немаркированный, ненумерованный, прошу прощения, список. Вот, ну, и давайте прямо здесь же построим нумерованный. Нумерованный, надеюсь, вы помните, это OL, Order List. Так, сохраняю. Смотрю, ну, вот у нас нумерованный списочек. Пожалуйста, все так же красиво, приятно. Ну, и последнее, что они предлагают, здесь, нет, не последнее, еще есть таблички. Ну, и сейчас мы дальше разберем. Так, Pre. Они, ребята, предлагают вставить, например, код. Вот как я вставляю код своих уроков, да, на сайт. Вот, есть готовый класс, пожалуйста. Значит, что за тег Pre, сейчас я объясню. Давайте удостоверим, что все уже сработало. Вот, отлично, красота, неимоверная. Что такое код тег Pre? Давайте на примере поясню. Посмотрите, вот у меня есть div какой-то, да, и в нем есть класс P. Не класс P, а тег Pre. И я пишу текст. Loren, да, рыбу нашу знакомую написал. Сохраняю. Вот у нас обычный текст. Вот, что-то. Вот я, давайте, поставлю несколько пробелов. Сохраняю, смотрю. Пробелов этих нет. Вот этот вот тег Pre как раз и служит для вот этих целей. То есть, для каких целей? Для целей точного, так скажем, полного повторения картины, которые желает именно пользователь. Вот, посмотрите, я наставил там кучу пробелов, несколько пробелов после слова Ipsom. Обернул весь текст в тег Pre, не забыл закрыть, и вот у меня пробелы появились. Ну, на полосу покупки внимания обращать не стоит. Понятно, что в пшенен текст не помещается. То есть, тег Pre служит для сохранения изначального написания текста, ну, или какой-то информации именно тем, кто этот текст добавляет на страницу. То есть, если вот нужно, вот именно после этого слова, столько-то пробелов, то тег Pre позволяет это сделать. Потому что, как вы помните, HTML не воспринимает пробелы. Ну, только один. Хотя, опять же, должен вам сказать, что в идеале, уж если так вам пригодилось, то в идеале есть специальный служебный символ, называется MBSP, неразрывный пробел. Вот, на самом деле их много, этих символов. То есть, например, чтобы написать уголок, не в теге уголок, а просто уголок, как часть какого-то текста, то надо написать LT, то есть, less than, по сути, great than. Вот у вас будут уголки. Давайте посмотрим, не ошибся ли я. Нет, не ошибся. Вот, пожалуйста, уголки появились, и вот, пожалуйста, появились те же самые пробелы. Да, только pre я должен убрать. Pre я должен убрать. Сохранить. Посмотрим, что у нас получилось. Да, вот он, после lips. Вот они, эти неразрывные пробелы. Замечательно. Вот еще одна, скажем, полезная информация. Я ее сохраню. Давайте, чтобы в код своего урока отправить. Так, что дальше? Таблички. Таблицы, конечно же, у нас не часто встречаются в последнее время на сайтах, на страницах, но все-таки давайте мы уважим разработчиков фреймворка и используем. Вот таблички. Они симпатичны, все приятно. Вот. Ну и, собственно, все. Давайте сами только последнее. Обратим внимание на то, какие медиазапросы используют разработчики Скелетона. Это больше, чем мобильные телефоны. 400 пикселей, нижний предел. Больше, чем таблицы. Это минимальная ширина у них 750 пикселей. Десктопы 100 и десктопы в HD 1200 пикселей. Вот такие они медиазапросы для нас подготовлены. Ну и еще есть несколько служебных, небольших классов, так скажем, классов помощников, которые иногда полезно используют, например, для вот, например, класс для полной ширины элемента. Вот. Или, например, класс для обтекания, для установки обтекания слева или справа. Или класс для отмены обтекания. Вот. В общем, фреймворк очень небольшой, но довольно-таки приятный, действенный и предоставляет очень хорошие возможности. Вот. Ну что же, дорогие друзья, на этом этот урок будем заканчивать. Большое спасибо вам за внимание. Как всегда, код урока, все материалы будут у меня на сайте. Ну, а вы, в свою очередь, ставьте лайки у меня на канале. Пишите комментарии у меня на сайте. Пожелания, замечания, ошибки. Вступайте в группы всевозможные, которые у меня есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, сообщество в Гугл Плюсе. Вот. В общем, буду рад общению с вами. На этом все. Да, на следующем уроке мы с вами рассмотрим еще один фреймворк, но уже более объемный по информации, по возможностям. Вот. Ну и, конечно же, в нем есть мобильная верстка и много чего интересного. Поэтому ждите следующего урока. Всем пока. Кат.